Всем привет! С вами программа «Самое время». Новости Петербурга глазами студентов. В студии Владислав Охадеев. Прошедшая неделя была богата на события в медиасфере. Сегодня мы расскажем о самых интересных в нашем выпуске. Вернуть любовь к чтению. В университете прошел очередной международный конкурс «Масс-медиаперспектива». Кто-то играет на баяне, а кто-то на атабаке. Диалог культур между журналистами из разных уголков планеты на медиафоруме в Эрмитаже. Жаркая дискуссия и награждение лучших. День кафедры телерадио-журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. Традиционная встреча студентов двух журфаков. Наши впечатления о кубке двух деканов. Итак, мы начинаем бороздить просторы медиасферы. Уже 12-й год подряд в Институте журналистики и массовых коммуникаций проходит международный конкурс «Масс-медиаперспектива», в котором состязаются будущие специалисты пиара и рекламы. На этот раз победил проект Уральского федерального университета имени Ельцина. Подробнее о событии в сюжете нашего корреспондента Любови Долговой. От литературы к миру. Под таким девизом прошел конкурс «Масс-медиаперспектива». Он был приурочен Году литературы в России. Участники предложили проекты продвижения бренда чтения художественной литературы. Что ж, кто-то читает «Волный мир» в эфире, а будущие пиарщики разработали свои фишки. К примеру, студентки Московской высшей школы экономики занялись продвижением музея «Дом Гоголя». Буквально пару лет назад открылось новое крыло. Новое крыло — это современная арт-площадка, которая тоже очень интересна и для продвижения, и для самого музея. Потому что там проходят выставки современного искусства, но на тему либо произведений Гоголя, либо о Гоголе. То есть все очень тесно связано, очень интересно было работать, потому что это не просто музей-квартира, а это целый комплекс. Проект может подготовить любой желающий в возрасте до 26 лет, будь то один человек или команда. А пройдут финал только лучше. И вот тогда строгое жюри обращает внимание не только на письменный вариант работы. У нас есть такие критерии, как оригинальность, проработанность, эффективность, но один из самых главных показательных критериев — это все-таки презентация, публичная защита, то есть коммуникативные навыки, ответы на вопросы и так далее. Проверить себя в профессиональной сфере — вот основная цель конкурса. И есть приятный бонус. Каждый год победители получают дополнительные баллы для поступления в магистратуру СПБГУ по программе реклама и связи с общественностью. Любовь Долгова, Евгений Горяев. Самое время. Продолжаем медиа-новости прямо из Эрмитажа. Именно там уже в десятый раз собралось более 300 журналистов, чтобы наладить диалог культур в рамках одноименного медиафорума. 38 стран-участников и 400 аккредитованных журналистов. Министр иностранных дел хотел присутствовать, но, увы, не смог. И поприветствовал форум заочно. Зато смогла Таисия Новожилова. Смотрим. Сегодня я показываю историю о женщинах в Египте. Я выбрала именно эту тему, потому что это большая проблема в нашей стране. Мужчины не уважают женщин и издеваются над ними, причиняют им боль на улицах. Я решила сфокусироваться на этом, потому что вижу это каждый день, потому что сама стала жертвой, как и сотни других женщин. Фотовыставка «Я так живу» стала одним из проектов, где проявляется та самая идея диалога культур. Работы здесь представляют самобытность жизни каждого города, каждой страны, которую ощущают молодые фотографы, и проблемы, с которыми они сталкиваются. Трагедия и быт, мирная жизнь и война, взаимодействие и неприятие – все это сегодня здесь, на форуме. Мы собираемся в непростое время, где фактически терроризм диктует свои условия. Мне кажется, что мы должны вести этот разговор, который мы ведем, о нашем отношении к этому злу, и о том, как противопоставить этому злу свою журналистскую солидарность. Молодые корреспонденты смогли обменяться профессиональным опытом, а также побывали на мастер-классах мэтров журналистики и открытых лекциях таких авторитетных журналистов, как Андрей Константинов и Владимир Познер, и даже успели дать несколько советов начинающим журналистам. Эта работа не так легка, как может показаться на первый взгляд. Очень большая конкуренция. Но если вы напористы и не боитесь ошибок, ваши труды будут вознаграждены. Это всегда должно быть то, что вы действительно любите делать. И несмотря на неудачи, продолжать и продолжать делать это. Это поможет построить вам свою карьеру. Форум «Диалог культуры» – это тот редкий случай, когда у журналистов есть возможность совместить приятное с полезным. Информировать, развлекать, просвещать. У главного музея Петербурга, по сути, с журналистами одинаковые задачи. Вот только последним выполнять их с каждым годом становится все сложнее. Таисия Новожилова, Евгений Горяев. Самое время. В этом году организаторы «Диалога культур» провели новый флешмоб – мобильный репортаж «Эрмитаж. Здесь и сейчас». Участники форума создавали профессиональные и любительские селфи. Наши корреспонденты тоже не остались в стороне и сделали свой селфи-репортаж. Всем привет! Мы на «Диалоге культур-2015». «Диалог культуры» – это международный медиафорум молодых журналистов, в рамках которого проводится фотовыставка «Я так живу». 200 работ из 45 участников. Из 35 стран Евразии. Давайте же посмотрим, что там сейчас происходит. Я корреспондент службы новостей телевидения Словении. Приехал, чтобы посмотреть хорошие проекты со всего мира, особенно из Европы и Азии. Надеюсь, познакомиться здесь с новыми людьми и, возможно, приглашу кого-нибудь поработать на наш канал. Улыбнитесь сюда. Скажите, что это за форум и какая ваша функция на этом форуме? Что вы будете сказать? Ах, вот так, селфи, селфи, селфи. Да, это у нас селфи-репортаж. Параллельно на форуме работает другая наша команда. И вот сейчас мы посмотрим, как работает Таисия Новожилова с оператором Евгением Горяевым. Из Сербии. Я работаю в еженедельном журнале Newsweek. Я думаю, что здесь есть отличная возможность познакомиться с людьми из разных стран и разных культур. Это действительно отличный проект. Мой редактор позвонил и сказал мне, поедешь в Россию? Я ответила, конечно. Я думаю, что этот форум заслуживал нашего внимания. Никита Щербаков. Иван Гаврилов. Валерия Кожевникова. Самое время. Так же легко и просто, как сербские коллеги в Россию, в нашу студию согласилась прийти еще одна участница медиафорума Евгения Бахпурнова. Женя окончила магистратуру СПГУ и ей абсолютно точно есть, что нам сказать. Привет, Жень. Привет. Ну, всех нас, естественно, интересует вопрос, как твой фильм «Песня Сойки» попал на события международного масштаба. На самом деле, в этом форуме может принять участие любой желающий, естественно, кто занимается документальными фильмами. Нужно просто отправить заявку, и если твой фильм будет отобран, то, естественно, его там покажут, и ты его сможешь в полной мере представить там. Но в моем случае было так, что этот форум мне просто порекомендовали наши преподаватели, это Виталий Федорович Познен и Галина Анатольевна. Им каким-то образом, наверное, пришла заявка. Да, да-да-да, совершенно верно. Как пришла идея снять именно такой фильм? Я интересовалась на графическом кино, и так как я выросла в Удмуртской республике, в городе Ижевске, для меня было очень логично обратиться к этому народу, и, собственно, поэтому я стала искать своих героев именно там. Ну и нашла такой интересный и достаточно необычный языческий праздник, который вот у них проводится. Спасибо, Женя. Это была Евгения Бахмурнова, красивая девушка и будущий журналист. Спасибо, Жень. Новых тебе идей и новых фильмов. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Накануне Всемирного дня телевидения в Институте журналистики и массовых коммуникаций отпраздновали День кафедры телерадиожурналистики. Ежегодно в этот день подводятся итоги летних практик будущих корреспондентов радио и телевидения. На заседании круглого стола присутствовали руководители программы «Утро на пять» и открытой студии пятого канала Ксения Казарина и Петр Гуленко, а также преподаватели и студенты. Какой должна быть идеальная практика? Этот вопрос вызвал бурную дискуссию. Завершился круглый стол награждением лучших. Восемь студентов кафедры телерадиожурналистики были признаны победителями конкурса на лучшую лейтопрактику 2015 года. Есть у будущих журналистов двух университетов СПБГУ и МГУ. Такая добрая традиция. Дважды в год мы встречаемся на Кубке двух деканов. Почти вся наша редакция отправилась в Москву и приняла участие в этих соревнованиях. На этот раз Кубок остался в столице, а мы привезли яркие впечатления и небольшой ролик, которым мы закончим сегодняшний выпуск программы «Самое время». С вами был Владислав Ауходеев. Пока! Настя, готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выиграли, мы победили. Я только не играла. Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как настрой? О-о-о-о! О-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА